Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем курс по предмету метрология и информационно-измерительная техника для студентов специальностей электро- и теплоэнергетика. Сегодня мы будем проходить семинар по номер 2. С вами преподаватель кафедры энергетической системы, магистр технических наук Брожанова Дана Курубаевна. Итак, приступим. Тема сегодняшнего семинара – это исследование электромеханических приборов. Целью работы является ознакомление с простейшими техническими средствами измерения и методами измерения силы тока и напряжения. Для того, чтобы выполнить данную задачу, необходимо скачать пакет приборовных программ Electronics Workbench. После этого ознакомиться с работой данной программы и далее собрать схему электрической цепи, рисунок 1 и 1 перед вами. Из меню выбираем источник питания E1. У нас есть два сопротивления R1 и R2. Два сопротивления, два ключа. Задача, которая является замыкать и размыкать от цепи. Далее два вида измерительных приборов, о которых мы расскажем немного позже. Это амперметр и вольтметр. Два вольтметра и три амперметра в нашей цепи и заземление. Для того, чтобы выполнить данную работу, нам необходимо внести значение E1 – источник питания постоянного тока. Для начала мы будем работать с источниками постоянного тока. И на последующих, на четвертой и пятой работе, мы будем использовать источники переменного тока. Так, E1 – это источник постоянного тока. Здесь N плюс 5. N – это номер варианта. То есть если ваш номер варианта – это 12, то источник питания у вас будет 17 вольт. Далее R1 у нас 500 Ом, сопротивление. Второе – 10 умножен на 12. 12, условно говоря, значит, R2 у вас будет 120, если номер варианта у вас 12. Итак, все значения мы обозначили. Далее, еще раз обратим внимание, что вы будете использовать два ключа. Это 1 и 2. Первый ключ на рисунке, он замкнут. То есть в данном случае, когда первый ключ замкнут, R1, он подключен к электрической цепи. R2 разомкнут. То есть амперметр под номером 3, А3, он не будет показывать, так как от цепи он и резистор также, они разомкнуты. Далее, то есть для начала замыкаем первый ключ, размыкаем второй. И наоборот, размыкаем первый ключ, замыкаем второй ключ. И в третьем варианте мы замыкаем оба ключа. Тем самым мы провели моделирование схемы. Для того, чтобы измерительные приборы, как амперметр и вольтметр нам показали значение, нужно будет подключить схему. Для этого нужно будет нажать на правом верхнем углу кнопку «Старт». После того, как собрали электрическую схему, нужно будет выполнить измерение величины напряжения и силы тока, результаты исследования занести в таблицу 1 и 1. Как вы помните, мы говорили о двух видах измерения. Это прямое и косвенное измерение. Когда вы сняли обозначение с измерительных приборов, это называется прямым измерением. Когда вы с помощью расчетов и закономерностей рассчитали, тогда это называется косвенное измерение. То есть по четвертому пункту выполнить измерение величины напряжения и силы тока, результаты исследования занести в таблицу 1 и 1. Здесь, то есть, когда вы замкнули первый резистор, вы сюда записываете показания вольтметров и амперметров 1 и 2. Далее, когда вы замыкаете R2, вы показываете значение вольтметров 1 и 2, амперметров 1 и 3. И далее, когда два резистора подключены, подключены оба ключа, соответственно, и два резистора, вы записываете показания всех измерительных приборов, которые у вас есть в электрической цепи. После этого рассчитываем полное сопротивление цепи, а также токи и ветвях. Здесь, когда вы будете рассчитывать полное сопротивление, вам нужно будет учитывать, как между собой соединены резисторы. То есть если два резистора между собой соединены последовательно, то два резистора у нас складываются, то есть значение резисторов. Если они подключены параллельно, тогда в этом случае резисторы в числителе умножаются, в знаменателе складываются. Далее, шестое – это ответить на контрольные вопросы. Контрольные вопросы даны в конце слайдов, и мы их озвучим. Итак, мы упомянули два вида измерительных приборов. Один из них – это амперметр. Амперметры – это электроизмерительные приборы, предназначенные для измерения силы тока в амперах. Шкалу амперметров градуируют в микро-, мили-амперах и килоамперах в соответствии с пределами измерения прибора. В электрическую цепь амперметр включается последовательно с тем участком электрической цепи силу тока, в котором измеряют. Для увеличения предела измерения амперметров используют шунты или трансформаторы. По назначению различают амперметры лабораторные и щитовые. По классам точности амперметры разделяются на амперметров низкого класса, среднего класса и высокого класса точности. Виды амперметров. Перед вами показано несколько видов амперметров. Это магнитры электрические, электромагнитные, электродинамические, тепловые, индукционные, детекторные, термоэлектрические и фотоэлектрические амперметры. Также силу тока можно измерить с помощью мультиметра. Мультиметр дает возможность измерить не только силу тока, но и сопротивление, а также можно измерить и напряжение. Магнитоэлектрические амперметры предназначены для того, чтобы измерить силу постоянного тока. Индукционными и детекторными можно измерить силу переменного тока. Здесь вам нужно будет вспомнить, что такое постоянный ток, что такое переменный ток. Амперметры других систем измеряют силу любого тока. Самыми точными и чувствительными являются магнитоэлектрические и электродинамические амперметры. Электродинамические амперметры состоят из неподвижной и подвижной катушек, соединенных параллельно или последовательно. Взаимодействие между токами, которые проходят через катушки, вызывает отклонение подвижной катушки и соединенной с нею стрелки. В электрическом контуре амперметр соединяется последовательно с нагрузкой при высоком напряжении или больших токах через трансформатор. Итак, мы получили сведения об амперметрах. Теперь поговорим о вольтметрах. Вольтметр – это прибор, который предназначен для измерения напряжения. То есть вольтметр – это измерительный прибор непосредственного отсчета для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. Подключается параллельно нагрузке или источнику электрической энергии. При измерении напряжения методом непосредственной оценки вольтметр подключается параллельно участку исследуемой цепи. Для уменьшения методической погрешности измерения собственное потребление вольтметра должно быть мало, а его входное сопротивление невелико. Электронные вольтметры. Сейчас в основном используются электронные вольтметры. Электронные вольтметры представляют собой сочетание электронного преобразователя и измерительного прибора. В отличие от вольтметров электромеханической группы электронные вольтметры постоянного и переменного токов имеют высокое входное сопротивление и чувствительность. Широкие пределы измерения и частотный диапазон от 20 Гц до 1000 МГц. Малое потребление тока из измерительной цепи. Итак, по принципу действия разделяются на электромеханические, на электронные по назначению и по конструкции способу применения. Электромеханические – это магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, электростатические, выпрямительные и термоэлектрические вольтметры. На электронные – это аналоговые и цифровые. По назначению постоянного тока, для измерения постоянного тока, переменного, импусные, фазочувствительные, селективные и универсальные. По конструкции и способу применения они делятся на читовые и переносные. Итак, мы рассмотрели два вида измерительных приборов – это амперметры и вольтметры. Повторили, что амперметры к электрической цепи подключаются последовательно, и вольтметры подключаются параллельно. В силу того, что амперметры имеют ничтожно малое значение сопротивления, поэтому это значение можно не учитывать. В свою очередь, вольтметры подключаются параллельно, так как собственное сопротивление этого прибора не учитывать нельзя. Контрольные вопросы. Пять вопросов, но еще будут дополнительные вопросы. Назначение особенностей амперметра и вольтметра. Что такое параллельность? Какие виды параллельности вы знаете? Что такое мера? По каким признакам квалифицируются амперметры и вольтметры? Для того, чтобы вы смогли ответить на данные вопросы, вам нужно будет необходимо повторить знания, которые вы получили на семинаре под номером 1, лекцию под номером 1, а также прибегнуть к помощи литературы, которая перед вами показана, для того, чтобы грамотно и четко ответить на контрольные вопросы. На сегодня занятие закончено. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...